Друзья, как я говорил, мы к этому аккаунту вернёмся. Я записывал на этом аккаунте уже ролик колода с парки с гигантом. По-моему, на 5500 кубков тогда этот аккаунт был. Я вам говорил, что этот парень просто стреляет на 600 трофеев. И буквально там полчаса назад, наверное, у него было 685 кубков. Вот. И у него выключили свет. Он мне пишет, ну, его не скоро включат. Можете записывать ролик на этих трофеях, потому что, ну, как бы дальше пока не могу играть через мобильного интернета. Я захожу, пока подготовился к записи. Смотрел какие-то поединки, которые я хотел бы вам показать. У него подрубает свет. Он говорит, гоу до апы 600 и ловит кильт. Слился до 6к. Но это не суть, ребята. До конца сезона ещё целая неделя, а он уже со спарки на 600. Я сегодня этой декой буду, скорее всего, играть на стриме. Я попробую. Если у меня не зайдёт, возьму другую. В общем, давайте попробуем разобраться, как же с этой декой тащить и как же эта дека работает. В общем, 6000 кубков. По поводу каток я ещё их не смотрел, новые катки. Старые пересматривал. Выигрывает он топов разных. Рекорд, по-моему, 7000 кубков игрока, которого он выиграл. Я не знаю, до конца сезона может он 6400 сделает. Давайте его поддержим. Поставим лайк на этот ролик. Давайте наберём, я не знаю сколько. Вот 10 тысяч лайков, если бы собрали, было бы очень круто. Подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Сегодня вечером после этого ролика, буквально через час, я запускаю свой стрим. А потом будем играть ещё в рояль. Короче, будем поднимать трофеи. Обязательно приходи. Итак, значит, смотрите. Он попросил меня показать против гиганта двух принцев. После этого я хочу, ну, потому что этот повтор показался на его мнение топовым. После этого я хотел бы посмотреть там некоторые другие деки. В принципе, я был бы рад посмотреть и против Хога, и против Голема, и против Мортиры. Но это слишком много поединков за выпуск. Я думаю, что вам не интересно смотреть повторы, но всё равно я хочу их пересмотреть, потому что я сегодня буду играть с этой декой. Я хочу прямо сейчас в этом разобраться. Посмотрим против Мортиры, наверное, ещё и против Пеки. Все, теперь давайте смотреть против гиганта двух принцев Вообще, суть этой колоды заключается в том, что мы играем от дефа То есть атаку первыми не идем Сливайте медиончиков, там разряд, но в атаку не идите Не ставьте мортиру, ой, как мортиру, спарки в начале Так, так как у нас мортира слева едет Соперник очкует выбрасывать гиганта на эту же сторону И решает идти по правой стороне Мы в свою очередь, естественно, гиганта накидываем И еще накидываем мини-пеку Так, сливается разряд спарки Вот тут, конечно, он под зап подставился Подкидывается принц к гиганту Мы забираем слева вышку и контрим атаку с принцем, бандой гоблинов Но не полностью контрим Смотрите, принц выживает И нам даже сносят вышку Замечательно Но я предполагал, что вышку нам снесут Потому что, ну, банда не законтрила Почти фуловый принц остался Плюс там миньончики не так быстро и много сносят урона Итак, минус по одной башне Но в разных сторонах, да? То есть у нас справа снесли, а мы снесли слева Окей Опять же, я напоминаю, что в атаку, конечно, идти первым не резон Вот, но мне интересно, как сейчас будут дальше развиваться события События Вот выбрасывается гигант с летучими мышами Так, наши летучие мыши слева Чуть выше Так, кидается зап И 1600 хп остается Согласитесь, неприятно, да? Итак, куда же подкинется гигант? На эту же сторону А соперник думал, что мы будем гигантом на правую Выбрасывает принца Ну и тем самым, наверное, просрет атаку Либо же пойдет на три короны Мне так кажется Нет Он просирает принца Вот бандой гоблинов дефают Хотя, я думаю, что рано банду гоблинов Ну да ладно Опять подставляемся под разряд Но разряд не попадает по спарке Это, кстати, было удивительно Ну, затупил соперник, с кем не бывает И мы пропускаем принца справа Ё-моё 2700 остается на главной вышке Мы не наносим совершенно урона по главному зданию Ну как, совершенно Такого значительного И вот она атака На три короны И смотрите, как красиво гигантом мы забрали принца с мышами Там еще банда, короче Мини пека Давай Зап на копейщиков Гоблина вообще не трогали Просто убили копейщиков Остается 500 хп Ё-моё Что же мы будем делать? Итак, летучие мыши А, соперник слил разряд Смотрите Без разряда Он сейчас просто все потеряет Итак Сейчас банда гоблинов будет Банда гоблинов Вау Он задефал Я, наверное, был бы уверен Если бы не смотрел этот поединок На повторе Я бы был бы уверен, что Мы со спарки проиграем Просто хороший заход получился Гигант и мини пека Окей, давайте теперь посмотрим еще какие-то повторы Я вам предлагаю посмотреть против пеки Тут интересный есть поединок Смотрите Пека плюс палач И громовержец еще Я вообще считаю, что пека с громовержецем Контер гиганта со спарки Когда играю я Гигант спарки А против меня пека с громовержецем Я всегда ною Фу-фу-фу Контер колоды Подбор соперников Бла-бла-бла Ну вот Давайте посмотрим, как же он здесь выиграл Хотя, опять же Если вы помните батл мой С ГХГ То я выиграл Когда играл со спарки Его выиграл с пеку и громовержецем Но опять же Играть против топа Сложнее немного Потому что у них другое Другой скилл Давайте вот Откровенно, да То есть у них другой скилл Лучше, чем, я думаю, у меня И чем у Арама Но тем не менее Я считаю, что с гигантом со спарки Сложнее играть против пеки и громовержецем Точнее, опять же Хотел сказать, тем не менее Выиграть можно Вот Но сказал не то Ладно Давайте смотреть теперь Сам поединок Сборщик мы не контрили Вот Поэтому Сейчас уже будет второй И, наверное, готовится фаер, да? Блин, я пропустил полпоединка вначале Как же Как же вначале там играть-то? Фаерболл не тратится? Серьезно, почему? Или тратится, а в нене Вот он летит фаер Ну, просто все равно Сразу фаер Выбрасывать смысла нету Так как Фаер не уничтожает сборщик Одна капля эликсира По-любому пройдет Даже видим две Вот Ну, а вдруг в этот момент Пока мы ждем Соперник какого-то юнита Выкинет нас в той области Ну, так скажем Просто выжидаем Соперник слил громоверса Это крас... Ой, зеленый свет для спарки Но там еще палач Ё-моё Какая убогая колонна Не, она не убогая Бесявая просто Это так жестко, блин Сколько контры Против нашей деки Поэтому это очень Крутой будет пример И такая мотивация Если я буду выходить Со спарки против пеки Я буду не бомбить А играть так же, как он Вот Хе-хе Но Я хочу просто понять В какие моменты Ставить гиганта Как же тут играть от дефа Вот Так вот, хороший фаер Ставится сборщик Но на двеном эликсире Ставить сборщик Честно Такое себе Такое себе событие Потому что Сборщик Как мне говорил код По-моему, работает Ну, приносит профит После минуты 20 После этого уже пошел Плюс эликсир Я сомневаюсь, что тут бой Может длиться Больше Ну, хотя Все возможно Почему-то гигант Был с правой стороны С мини пекой Прям вот я без понятия Что именно так Всего лишь одна тычка От гиганта Спарки на правую сторону Громовержет слева Был слит Выбрасывается поизон Окей Итак, опять Что ли будет гигант слева Я не понимаю Да, смотрите Миньончики И гигант Слева Я Честно Удивлен Спарки с одной стороны Гигант слева Против пеки Наверное, чтобы соперник Не строил атаку По одной стороне Это мы усложняем Жизнь сопернику Но не нам Попали мы под бревно Но Таран мы уничтожили Окей Итак По какой стороне Теперь спарки Ну скорее всего слева Потому что Чтобы поизонам Не наносили нам урон По вышке Еще один сборщик Мало сопернику Все мало и мало Окей Вот теперь гигант Ставится К спарке Мне кажется Тут соперник затупил Не надо было Ставить ему сейчас сборщик Но сейчас посмотрим Как же мы проатачим Мини пека Смотрите Мини пека Просто Справа Мини пека Я в шоке Я бы так никогда не сделал Ну смысл выбрасывать Мини пеку Это так бесполезно Ну вот смотрите Как Четненько мы задефали Остается Спарки Ай Нет не остается Спарки Хотя Если покинуть фаербол Сейчас Не ничего Не спасти Их уже не спасти Вот сейчас Снова сборщик Да ты вообще Извращенец Нахрена тебе Так много сборщиков Но сопернику В принципе Ну типа по элику Да Профит Хочется иметь Большой Но я не знаю Как И правда Если столько сборщиков Как же Мы тут Выиграли Это если Так Вот смотрите Гигант еще один А вот И попал соперник Громовержец Не дефается Блин Я был бы уверен Если бы смотрел Поединок Опять же впервые Что тут невозможно Выиграть Серьезно Что в предыдущем Предыдущей катке Что в этой Я не понимаю Как он затащил Я чувствую Как ему сложно Играть против этой связки Но я считаю Что это контр Хоть и Играю не я Все равно Я такого мнения Что данная колода Которая против нас С пекой Это контр колода Никак иначе Опа Хорош Хорош Так Мини пека На таран Ребят Как он выиграет Тут Я не понимаю Так Торнадо Вот сейчас смотрите Вот сейчас гром И банда Ой Да гром И подкидываем банду Она уничтожает Да зап Ай нет Чуть-чуть не хватило Но доходит Смотрите кто доходит Доходит гигант Все Соперник просрал момент Он не выбросил пеку А ему надо было Делать именно так Выбрасывать только пеку Никакой там не таран В общем Я не понимаю Как он Ставя сборщики На протяжении всего поединка Все равно проиграл по эликсиру Как Непонятно Хочу посмотреть против мортиры Потому что против гигантов Големов Я хоть представление Малейшее имею Что по той стороне Которой идет гигант Или голем Туда ставь Туда и В принципе и ставь спарки То против мортиры Вообще ноль Просто Я даже не знаю С чего начинать Как Как Быть Давайте смотреть Итак Соперник Первым делом что делает Сливает разную Разный мусор Разную мелочь Чтобы наносить урон По вышке И кстати Очень важно Это не только Касается Этой колоды А вообще в целом Когда играешь Против мортиры Очень важно Пред 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 Я бы еще хотел Посмотреть против мортиры Потому что Если против големов Гигантов Там Хогов Понятие малейшее Имеешь как играть Ну там Идет гигант справа Туда же и кидай спарки Да Вот Ну а там уже По ситуации Смотри Тут против мортиры Вообще не понимаю Ну ставит соперник мортиру Ты там свою спарки Она мелочью Разной контрится Гигант Все равно не доходит Все равно постоянно Идет урон От шахтеров От там Спылов Заклинаний разных И прочее Я вообще не понимаю Как можно выиграть Мортиру со спарки И Да и в целом Блин Как можно выигрывать мортиры У меня такие мысли Проскакивают Ну блин Парень на 6 Блин Это что-то-то значит Ой не знаю Буду пробовать сегодня Этой декой Конечно я не уверен Что зайдет Потому что сложная колода Каждый поединок Я смотрю У него такое ощущение Как будто на везении Да Он типа Выигрывает Но нет Это не везение Это просто скилл Это просто Ситуация Которую он ловит Ловит соперника И просто знает Свою колоду От и до Но я бы Пересмотрел Опять же повторюсь Очень много разных поединков Против этой же Самой мортиры Я посмотрел бы Не один пример Потому что Ну разные соперники Всегда по разному играют Ладно давайте теперь На саму катку Будем обращать внимание Ну вот Катится мортира Вот Контрится гигант Со спарки Разная мелочь И ничего не проходит В принципе да Вот Ничего не проходит Копейщика он кстати Слил зря По эликсиру На данный момент Мы в плюсе Потому что Если бы не копейщики То он бы не потерял ничего И мы бы По вышке Не нанесли бы урон И нам бы не пришлось Сливать Ну он бы был в плюсе По эликсиру Ладно Опять же Нас спасает то что Это мортира без ракеты Если будет мортира с ракетой Черт возьми Что делать Вот что делать У меня бы в этот момент Была паника Я думаю что Да и Он еще утверждал Это не только Я думаю что Контор этой деки Это спеллбейт Вот Это он говорил И я еще думаю что Контор Это Блин Фух Устал я комментировать Эти поединки Пека С граммоверцем Это мортира С ракетой Да и вообще С разными спеллами Короче если так разобраться То контры очень много Но опять же На мое мнение Вот Потому что Если тяжело На мое мнение Это контра Но Это такая себе логика На самом деле Как говорили Не помню кто говорил Хурма по моему На каждую деку Есть контр колода Это еще Не значит что Проигранный поединок Да Все зависит От ошибки Ошибку можете сделать Как и вы Так и ваш соперник Поэтому Нужно ловить Но Я все равно Не люблю Такие колоды В которых Обязательно Нужно только ловить Не получается так Что ломишь Просто Через Арену Своим големом Ну в случае С моей декой Ломишься через всю арену И тебе ничего не могут Сука сделать Просто соперники Вот Он что там Как-то снес вышку Я и нихера не понял Просто от этого Я смотрел еще Мортиру Он ей проиграл В общем Такая вот дека Такой вот ребята Аккаунт В общем я желаю Этому парню удачи Я хочу чтобы он Взял 600 Но он их возьмет 100% Но на 600 Вряд ли я буду Записывать Видос Хотя если вы хотите Может и запишу Я бы конечно Посмотрел на его рекорд А рекорд у него На данный момент 624 Что Вероятнее всего Он перебет В этом сезоне Я бы хотел его Увидеть на 6400 Со спарки Блин Я хочу чтобы вы Его поддержали Всячески там В комментариях Лайком Естественно я буду За это топить Блин не знаю 6400 возьмет Может быть какой-то Ему бонус Сделаем Не знаю Гемас сейчас Дешевый Я не задонатишь Уже блин Прикрыли лавочку А дорогие тоже Ну короче посмотрим Что-нибудь придумаем Но если он возьмет 6400 Ребят ну Блин Респект Со спарки Это Блин Я с големом Не могу поднять 6400 Что является Наверное Изичней всего Играть Хотя Может это мне Легко играть Мне говорили люди Что вот я не знаю Как ты играешь с големом Я им вообще не могу Может это мне так кажется Ладно в общем Пишите свои комментарии В комментариях Делитесь своим мнением И ждите стримы А стримы будут Скоро 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 Ну я имею ввиду Скоро Это вот Сейчас я выложу ролик Сейчас пройдет И стрим запускаю Не пропусти Скоро увидимся Пока Субтитры сделал DimaTorzok